Всем привет дорогие друзья, с вами я, Аксенас, и конечно же, друзья, у нас вышло обновление, поздравляю всех с наступающим новым годом, и конечно же, сегодня мы будем разбирать это прекрасное обновление, которое вы в данный момент видите, а именно, вот эту снежную карту со своими пасхалками и некоторыми другими моментами. Ну и что ж, давайте, наверное, приступим к разбору карты, я нашел несколько прикольных фишечек, конечно же, которые будут вам позволять юзать эту карту, конечно же, более интересно, ну и конечно же, тут еще у нас будут подарочки, которые будут спауниться, ну и о них будем сейчас разговаривать, поехали! А спонсорами этого видео, конечно же, являются мои спонсоры моего ютуб канала, ребятки, спасибо вам за то, что мотивируете, за то, что позволяете делать вот такие вот видосы, как можно раньше, ну, просто есть жесткая, мотивация, потому что вы подписаны на меня, все, кто подписан, не только по спонсорке, вы меня в любом случае мотивируете, чтобы делать такие небольшие обзоры, ну и конечно же, будем сейчас душить, и конечно же, спасибо вам большое за то, что поддерживаете прям, ну, максимально, ребята, очень большой актив, конечно же, спасибо вам большое. Ну и сейчас мы будем разбирать эту карту, наверное, начнем с того, как в целом создать эту карту, как сделать в ней зимнюю атмосферу, без каких-либо внедрений файлов, конечно же, в Варкрафт, потому что я не уважаю какие-то изменения в Варкрафте, не уважаю какие-то изменения по, там, всякие скинченджеры и всякое такое, потому что я люблю именно стандартный Варкрафт, какой он есть, какой он был 20 лет назад, да, 20 лет назад, а что было 20 лет назад? Варкрафт был тогда? Не было тогда Варкрафта, да? Короче, 15 лет назад какой Варкрафт был, такой и он сохранился, чтобы, ребятки. Ну и что ж, давайте сначала разберем эту тему, как создать эту карту. Сейчас вот тут будет вот такая штучка, смотрите, как создать карту. Бот, ру9, создаем хост 5х5, аптб и поехало, создается карта, и она у меня уже тут загружена, но вам нужно будет эту карту просто скачать. Если хотите сыграть эту снежную карту, конечно же, пишите просто, бот, ру9, создаете и качаете, ну и, конечно же, получаете удовольствие от новой 85-й карты. Ну и что ж, а следующие моменты, которые у нас тут есть, это, конечно же, те моменты, которые мы сейчас будем затрагивать по поводу изменений. Изменений тут много, касаемо ландшафтов и прочей всякой темы, давайте мы сейчас... I see that people. Пиопле. Мы сейчас найдем множество изменений, которые тут есть. Во-первых, самое неприятное, так по мне, изменение, это то, что убили речку, причем я не могу ватерред, допустим, минус ватерред, написать ватерред, потому что, ну, не меняется ничего абсолютно. Речка почему-то тупо в снегу вся, она замерзшая, ее просто нет у этой речки, нежели чем вот тут, как на вот этой карте, которую мы постоянно играем. Кайф, посмотрите, то есть речка есть, все по кайфу, но типа зимой она замерзла, но, блин, сделали бы вот такую вот речку, да, вот, то есть лед такой, посмотрите, тут, как видите, она замерзла, сделали бы тут, вот это было бы очень годно. Что еще заметил, какие изменения, ну, изменения по карте у нас коснулись такие, что тут там не горит вот такие вот там флеймы, у Рошана теперь нету никаких вот этих штучек, которые вот, вот, вот есть они вот тут, вот посмотрите, то есть посмотрите, как раньше было и как сейчас. То есть есть некоторые недочетики по карте, ну и, конечно же, самое прикольное, что тут есть, что я нашел, это вот, вот этот, я не знаю, обелиск, вы просто посмотрите, что они с ним сделали. Если в обычной карте обелиск большой, вот такой вот, то что с вот этим, что это такое, почему вы так уничтожили его? Ну и в целом, в принципе, карта мне на самом деле нравится, она реально атмосферная, ребятки, о, подарочек, а подарочки чуть позже, она реально стала атмосфернее и я еще заметил, что деревья у Скоржей тоже поменяли, сделали более новогодние деревья, то есть все вы знаете, что у Скоржей деревья все мертвые, но подобавляли вот такие вот деревья, которые, типа, дают вид, что, типа, зимняя атмосфера, да, то есть поставили вот такие деревья вместо вот таких вот дряблых деревенщин, конечно же. Ну и, в принципе, это все изменения по ландшафту, ну, которые, конечно же, изменились у нас тут в этой карте, в новой, 85-й карте, 370-го обновления, но, в принципе, в целом мне нравится, единственное, мне не нравится, что воды нету, но это, в принципе, приемлемо. Касаемо геймплея, в геймплее, конечно, есть некоторые моментики, не видно там тычки, знаете, не видно там стрелу под мы, вообще почти не видно, ну, потому что белая яркая карта для кого-то, для зрения, это, конечно же, будет проблематично. Ну и что ж, давайте теперь разбирать, что у нас делают подарки, что вообще у нас тут еще есть, и, конечно же, что к чему, давайте, минус итем, 283, вот так вот напишем, сделаем вот так вот, и есть у нас тут несколько приколюх таких, вроде говорят, как вот эта штука гем у нас имеет какой-то определенный, такой, смотрите, да, изменили гемчик, такой кристальчик получился у нас. Очень прикольные изменения, мне нравится. Новый гем, назовем вот эту тему, такой, смотрите, прям прикольный. Ну и, конечно же, посмотрите, какая у нас прекрасная елочка. Как без этой елочки вообще можно обойтись в Варкрафте? Вы просто посмотрите на эту елку, посмотрите, какая звезда, ну это просто... А, ну еще, кстати, вот на вот эту шапку можно было тоже обратить внимание, но, видимо, никто не обратил. Прикольная звезда такая. Ну, в принципе, как и в прошлом году, такая же елочка, и они постоянно юзают один и тот же скин, но он красивый, реально очень годно сделан, то есть посмотреть со всех сторон, реально очень красиво. Очень изменен гем, как вы обратили внимание, ребятки. Ну, если честно, заходите в эту карту и смотрите, гем реально прикольный. Следующий момент, какой у нас тут есть. Конечно же, также поменяли у нас Фрозен Трон. Посмотрите, какой он стал такой, типа, шар, знаете, новогодний шарик такой со снежочком, и там внутри такой Фрозен Трон маленький. И тут, конечно же, снеговичок и оленчик с подарками. Деда Мороза тут, к сожалению, нету, но я сегодня вместо Деда Мороза, поэтому, ребята, не обижайтесь, всем будут подарки. Ну и что ж, что у нас делают подарки? Ребятки, на карте после 20 минуты будут резаться вот такие вот прекрасные подарочки, они кликабельные, их можно подбирать. Обратите внимание на золото. 4750 и 4850. И через 30 секунд после того, как кто-то подобрал подарок, то есть подарки резаться рандомно, через 30 секунд после того, как кто-то подобрал подарок снова где-то рандомно по карте рестница и будет, так сказать, доступен к тому, чтобы мы его могли забрать и получить золото за этот подарочек. Это очень-очень прикольно. Не знаю, мне это нововведение, ну, как бы, по кайфу. Давайте сейчас подождем, пока он заресается, мы его найдем и подберем снова. То есть интервал вот этих появления подарков 30 секунд. Опа, вот он появился, тпшимся, забираем. То есть смотрите, 43.5 и 43.35 появится новый подарок. Нету такого, что подарки резаются постоянно, знаете, чтобы заваливали карту. На самом деле это не очень. Я вот честно ждал, чтобы было такое, чтобы подарки заваливали и чтобы были еще какие-то спешл подарки, то есть другой какой-то подарочек, чтобы был, чтобы за него там, допустим, 200 золота давали. Ну, по приколу. А тут получается один подарочек такой дропается раз в 30 секунд после того, как его поднимают и, конечно же, ну, дает 100 золота. Так, вот он резался. Смотрите, интервал 30 секунд, каждый 30 секунд резается и можно вот так вот фармить. То есть это будет вам добавлять, конечно же, кэш. Давайте посмотрим итем боттл, итем 47. Можно ли запихнуть его в боттл этот подарок? То есть такой вопрос тоже будет. Смотрите, я нажимаю боттл, нажимаю на подарок и, к сожалению, не берется в боттл у нас подарочек вот этот. Но зато, когда мы его поднимаем, мы получаем фри 100 золота. Также, друзья, у нас еще есть вот подарки вот эти за товара. За товара, по-моему, подарочки у нас будут давать, по-моему, 50 золота, если не ошибаюсь, если честно, с прошлого года помню. Давайте посмотрим. Да, дается 50 золота за товар и будем, наверное, смотреть еще. Этот товар, смотрите, не упал. Они, в общем, как я понимаю, резаются рандомно эти подарки именно за товара. Вот тут у нас упал этот подарочек. Давайте его подберем. То есть, когда вы будете пушить оппонентов, подбегаете в секта в рам, конечно же, и поднимаете этот подарочек. Это очень годно будет. Вот, я тоже подобрал сейчас подарок. Я вчера играл на стриме, когда упал трон. Короче, резнулся подарок под троном. Но игра уже закончилась. Зачем это сделано? Я не знаю. Но это, видимо, по рандому они все равно как-то падают. И вот такая вот тема. Так, разобрали мы подарки, ребятки. В общем, после 20 минуты резаются у нас подарки. И это очень годно и очень интересно. Далее, какое у нас еще есть изменение? Как вы видите, у нас добавился, конечно же, новогодний Рошан. Этот новогодний Рошан, он на самом деле такой ржачный. Вот просто посмотрите, как он атакует. То есть, он подходит и бьет руками и ногой. То есть, давайте СТР вот так напишем, чтобы он нас не убил. Прикольно, когда он бьет ногой. Типа такой, пошел отсюда такой. Ну, это забавно на самом деле. Не знаю, зачем это сделали, но не суть. Давайте разобьем Рошана и посмотрим, что у нас произошло. Смотрите, у нас упал Аегис. Смотрите, какой у нас теперь Аегис на этой карте. Причем, посмотрите, он крутится. А вот это изменение я типа не видел. Типа, лол, посмотрите. Там такой скелетик нарисован. Да, и типа щит такой, типа имморталити, да. Ну, блин, а что он типа... Смотрите, он крутится, короче, этот щит крутится. В зависимости от того, как я вращаю камеру. И, короче, он постоянно на вас смотрит. Очень интересная тема. Но он, если честно, ужасно кликабельный. И посмотрите, то есть у него настолько отвратительный хитбокс, что на него просто невозможно нажать. Вы просто посмотрите, как его подобрать. О, подождите, у меня почему-то не берется, да. То есть, или это баг такой. Но я не могу взять Аегис. То есть, я не могу его прокликать. А что, если я приближу? Приближу и попробую так взять. Из-за оси Dead People не должна быть такой темы. Ну, ладно, этот Аегис я почему-то взять не могу. Это, если честно, очень непонятно. Хотя, вот он кликабельный. Минус Рошан. Пишем. Ресается у нас Рошан. Давайте минус ИТМ Монке. Минус ИТМ 156. Чтобы сразу Рошана убить. Дропнем. Опа. Убили Рошана снова. Вот. А Эджис уже имморталитие. Подбираем. Хорошо. Он у нас работает. Кикаем у нас Фуриона. Минус Рошан. И снова убиваем Рошана. Хорошо. Роша резнулся. Я тоже резнулся. Погнали. Убиваем. И смотрим, какой у нас тут сырок, ребятки. Сырочек тоже изменили. Его сделали по типу как в Д2, ребятки. Посмотрите, какой сыр. Сырочек у нас. Прикольный тоже у нас сыр. И, блин. О, сейчас Аегис подобрался. Окей. Два Аегиса. Тестим. Кик. Будет ли у нас Фурион резаться два раза? Странно, почему этот Аегис я не мог подобрать. Видимо, какой-то хитбокс. И второй раз. Да, вечный рез. Короче, рубрика. А что если? Да, рубрика. А что если много Аегисов? Да, типа появляется. Вот тут такая. И, конечно же, сырочек также подбираем. Вот такое вот у нас изменение, ребятки. Ну и, в принципе, вроде по карте все. Изменений больше никаких нет. Но мне нравится вот эта атмосфера, которая сейчас появилась у нас новогодняя. Но стоит еще, конечно же, добавить нам, знаете что, ребятки? Ту погоду, которую я вот сейчас прописал, эта погода именно прописывает. То есть, если вы скачаете эту карту, у вас будет карта вот такая. Если я напишу Weather Off, то есть у вас будет вот такая вот карта. Обычненькая, конечно, без снега. Желательно для более атмосферной темы, конечно же, ребятки, напишите минус Weather Snow. Тогда вы будете вот такую вот. Виатхер Сноу. Я еще вот тут вот укажу, что вот такая вот команда. Виатхер Сноу. Конечно же, погода снежная. И вот у нас вот такая прикольная атмосфера появляется. Так, шапочка появилась на кристаллке. Ребятки, как рецаются шапки? Если честно, я немного не понимаю. Шапка должна даваться за Аегис. Но я не знаю. Эта шапка, короче, она не дается за Аегис. А что я себе кикну? Кристаллойдку. Ага, и ничего. Вообще должно типа за Domination даваться. Знаете, типа кто-то начинает убивать и должны давать шапку. Я, если честно, не знаю, как это дается. То есть я это не смог затестить. Как дается шапка, конечно же, всем, кто на карте. То есть дается одна шапочка всего. И кто-то с одной с этой шапочкой бегает. Как забрать эту шапку? Вы просто убиваете оппонента и забираете эту шапку. Очень довольно-таки интересная тема. Ну и что ж, конечно же, что нам еще стоит подметить на этой карте? Ребятки, в общем-то, карта новогодняя. Я считаю, что Айкап хорошо справился с своей задачей. Сделал новогоднюю карту. Нифига, гем что ли пофиксили? Он должен разбиваться. Гем пофиксили, походу. У него 500 тысяч хп у гема. В общем, я считаю, что Айкап полностью справился со своей задачей. Сделал атмосферу новогоднюю. Надеюсь, еще, конечно, что-то добавит. Или, конечно же, добавит речку хотя бы, чтобы она была такая ледяная. Ну и, конечно же, поблагодарю Айкап за то, что он предоставляет возможность плейть на Айкапе. А, все, гем разбил. Все работает. Плейть на Айкапе, конечно же. Делать какие-то минимальные, но интересные обновления по типу, как вот это новогоднее обновление. Ну и, конечно же, надеюсь, все будет гуд, конечно же. Ребятки, еще раз с наступающим Новым Годом. Вроде это все изменения, которые я нашел. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой обзорчик. Конечно же, предоставлением сравнений с той картой, которая у нас была, не снежная. Ну и, в целом, ваше мнение по поводу этой карты. Да, режет глаза, ребятки. Но, тем не менее, новогодняя атмосфера имеет место быть, друзья. Все, с вами был Ксенос, ребятки. И до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова